Жены, тайный брак и новая пассия, любвеобильного романтика, который может предсказывать судьбу Никита Зверев. Никита Зверев достаточно известный российский актер. В его фильмографии насчитывается более 70 разножанровых картин. После выхода на экраны боевика «Бой с тенью» военной ленты «Грозовые ворота» детектива «Русский переворот» он обрел признание и стал знаменитым. Никита Вячеславович появился на свет летом в 1973 году в многодетной московской семье. Его отец был творческой личностью. Долгие годы организовывал цирковые гастроли. Мама мечтала стать актрисой, окончила институт культуры, но посвятила свою жизнь мужу и детям. Кроме Никиты воспитывала дочь Кристину, сыновей Антона и Алексея. В свободное время вся семья собиралась вместе и устраивала мини-концерты. Ребятишки любили придумывать разные постановки, и Никита принимал в них самое активное участие. Например, сумел в мастерске перевоплотиться веселого Буратину. Когда немного подрос, мама записала его в театральный кружок. Через время ему доверили сыграть главного героя в постановке про Федота Стрельца Удалова Молодца. Когда Никита пошел в школу, начал сильно комплексовать из-за маленького роста. Переживания привели паренька в спортивную секцию. Занятия спортом укрепили здоровье Зверева и помогли достичь желаемого результата. На вопрос, кем бы он хотел стать, Никита определенно ответить не мог. Ему нравилось бывать в цирке и наблюдать за жонглерами. Пробовал себя, как воздушный гимнаст и клоун. На этих поприщах хотел быть лучшим, придумывал интересные номера. Однако получить должное удовлетворение не смог. После получения аттестата немного работал в цирке. Затем пошел трудиться на стройку. Позже занялся предпринимательством, но понял, что это не для него. Кто-то посоветовал Звереву поступить в театральное училище. Юноша подал документы, знаменитую щуку, экзамены сдал успешно и стал студентом. Через месяц пришло разочарование и мысли о том, что совсем не таким представлял обучение. Бросив училище, попытал счастье в ГИТИСе. На курсе Фоменко почувствовал себя, как рыба в воде. Своего наставника считал настоящим мастером. Еще в студенческие годы на Никиту Вячеславовича обратил внимание табаков. После получения диплома одаренный актер начал играть в табакерке, которой руководил мэтр. Участвовал в постановках «Синхрон», «Идеальный муж», «Аркадия», «Долгий рождественский обед» «От четверга до четверга». В 2005 году Зверев перешел в художественный театр имени Чехова. Также ему предложили влиться в коллектив театра «Мастерская» «Фоменко». Публика всегда хорошо встречала Никиту Вячеславовича. Вскоре его творческая биография пополнилась новыми постановками. «Кабала Святош», «Белая гвардия», «Геда Габблер», «После занавеса», «Прошлым летом» в Чулимске. Первый раз перед камерой Зверев пристал в 2000 году, сыграл Ваську Пепла в телепостановке Шапира на дне. Далее были незначительные роли. В криминальной ленте «Львиная доля», охранник Филина. В детективе «Линия защиты» Виктор. Переломный момент в карьере произошел после премьеры боевика Сидорова «Бой с тенью». Благодаря удачному сюжету и замечательной игре актеров, картина получила хорошие отзывы. В Звереву начали поступать предложения от других режиссеров. Все чаще Зверева можно было увидеть в рейтинговых сериалах «Мистике» 9 неизвестных, драме «Умножающая печаль», боевике «Грозовые ворота», военной ленте «Русский перевод», детективе «Любовь на острие ножа», криминальной ленте «Марш турецкого», мелодраме «Синие ночи», картине «Жизнь сначала», комедии «Территория красоты», драме «Крыса». Большой успех актеру принесли роли Лазарев, драма «Небесный суд», Никитин, лента «Поцелуй судьбы», инспектор Лобанов, драма «Ефросинья», Егер Медведев, экранизация «Маша и медведь», лейтенант Корнеев, приключения спасти и уничтожить, Князев, мелодрама «Позднее раскаяние», Макс Базин, детектив «Расплата» и другие. Природа наградила Зверева обаянием, мужественными чертами, привлекательностью, и это в какой-то степени определило его амплуа, смелого красавца-героя. За кадром у Никиты Вячеславовича тоже бурлила жизнь, и было немало страстных романов. Первый раз женился на выпускнице школы-студии МХАТ Юлии Жигалиной. Вскоре у супругов родилась дочь, но, к сожалению, это событие их не сблизило. Каждый занимался карьерой, ездил на гастроли, и разлуки сделали свое дело, чувства постепенно сошли на нет. На съемках мелодрамы «Территория любви» познакомился с Мавриной Юлией. Между ними пробежала искра и зажгла страстный роман. Влюбленные постоянно были вместе, путешествовали и решили зарегистрировать отношения. Свадебное торжество состоялось на острове Индонезии, Бали. В тот момент за плечами Юлии тоже был брак. Она сама воспитывала дочку Алису. Никита сумел найти подход к девочке, заботился и дарил подарки. Со стороны они казались дружной семьей. Маврину и Зверевы считали очень красивой парой. В 2011 году появилась информация о том, что актеры поссорились, супруги отказались что-либо комментировать. Через время они действительно расстались, и каждый пошел своей дорогой. Третий брак с Марией Бычковой любвиобильный актер тщательно скрывал. Тайну раскрыла сама Маша, поделившись с поклонниками свадебными фотографиями в соцсети. Эффектная красавица была младше мужа на 11 лет. С ней также у актера не срослось. Следующий роман у Никиты Зверева случился с Ниной Светлаевой. По некоторым сведениям, она модель и актриса, хотя пока нигде не снималась. Девушка на 20 лет моложе своего избранника. Чем покорилось сердце влюбчивого романтика, неизвестно. Может быть, молодостью и красотой? Знак Зодиака Зверева – лев. По словам актера, именно это обстоятельство влияет на его характер. Никита Вячеславович очень влюбчивый человек. Первый раз влюбился в пятилетнем возрасте. И не в свою ровесницу, а в женщину, которой был 28 лет. Он очень ее ревновал, ждал встречи и целовал руки. Разницу в возрасте, кстати, совершенно не замечал. В одном интервью Никита Вячеславович поведал, что не поддается дрессировке. Его невозможно заставить что-то сделать, если он не хочет. Незнакомая компания старается не привлекать к себе внимания, может часами сидеть в одиночестве. И наблюдать за происходящим. Если говорить об одежде, предпочитает свободные вещи. Джинсы, свитера, футболки. Однако терпеть не может водолазки, шарфы и галстуки. Не любит браслеты, цепочки, перстни и часы. Когда называет его супергероем или секс-символом, улыбается и воспринимает как шутку. А вот о том, что он эмпат, говорит совершенно серьезно. Никита Вячеславович прекрасно чувствует энергетику людей и их духовное состояние. По руке может определить судьбу человека, видит будущее и, конечно же, прошлое. Так что, если режиссеры о нем забудут, без работы не останется. Кстати, красавца-актера давно не видно на экранах. Последний раз на съемочной площадке был в 2022 году. Принял участие в съемках картины «Мистер Нокаут». Неужели Никита Зверев решил податься в Хироманты?